В Москве наконец сняли ограничения на массовые мероприятия и десятки граждан приехали сегодня в Мастер Панин парк, чтобы в прямом смысле посмотреть на ту жару, которая творится сегодня на арене. В минувшие выходные в парке киноприключений действительно было жарко. На трассе проходили гонки на выживание в авторском формате, который разработал известный российский каскадер Игорь Панин. Автомобили безжалостно били друг друга, на ходу теряли детали и даже загорались. Главное мероприятие это цель, чтобы всем было здорово и чтобы гонщики могли погоняться, свой этот негатив спустить друг на друге, выпустить пыль. У нас две прекрасные девчонки с Ярославля, одна даже из них мисс Ярославль. И они тоже будут биться, гоняться в дерби, потому что это настоящий такой крэш, такая битва машин. Гонки на выживание. По правилам соревнования к участию допускались автомобили, соответствующие стандартным требованиям безопасности. Из особых условий, разве что водительская дуга, четырехточечные ремни и шлем, предусмотрена и особая конструкция трассы, чтобы не пострадали ни пилоты, ни зрители. У нас, во-первых, трасса поставлена так, чтобы не было больших скоростей, чтобы люди не могли сильно разогнаться. Ну и там у одного побольше дуг, у другого поменьше дуг. Но самое главное не бить водительскую дверь, потому что у нас очень большой опыт проведения гонок на выживание. И, естественно, не отмораживаться. На старт легкового заезда вышли 14 автомобилей, грузового – два. Минувшая гонка стала первой в этом сезоне – пробной. Главное же мероприятие состоится в сентябре, когда участников будет в два раза больше. Ощущения неописуемые. Почему? Потому что я только вчера узнал, что я буду участвовать, и я за ночь подготовил вот эту «Вольво». Титаническая работа, на самом деле, если поразглядывать, какой там конструктив. Короче, я выжатый, как мышь. Сначала не было у меня настроения чего-то никакого. Но когда сел в машину, в общем, пошла тема. Я сейчас очень как-то удовлетворен тем, что получилось. Поначалу это было очень страшно. Я, на самом деле, боялась, потому что я посмотрела видео с прошлых гонок на выживание. Там машина переворачивается, зажигается. Адренальник, конечно, в крови очень сильно заиграл. Но потом, когда я села за руль, когда первые удары начались, я поняла, что, в принципе, не так уж и страшно. Помимо гонок, мероприятие включало в себя яркую развлекательную программу. Причем посетители могли не только насладиться зрелищными выступлениями спортсменов, но и испытать свою смелость в парке аттракционов. Продолжение следует...